В общем-то, обсуждение о судьбе русских детских садов и о судьбе школ. И тогда, собственно говоря, у меня регионов пошел в школу. Я активизировался в этой теме и попытался создать движение, потому что уже тогда я видел проблему, которая, собственно говоря, всплыла и сейчас. Это проблема того, что ради семьи не организованы и не существует как вообще субъект образовательного процесса. И когда я приходил в Министерство образования в этот последний год, у нас происходили изменения, которые вы все видели. За этот последний год я видел то, что Министерство очень легко манипулирует фактами. Оно говорит, что на голубом глазу буквально о том, что родители согласны с применяемой реформой. Административная школа согласна. Мы провели обсуждение общественное какое-то, и все согласны. И он говорил это на своих комиссиях в Сейме, Шадорский это говорил в кабинете министров о том, что все ладко, все хорошо. А в митинге, когда он говорит, что вот, ребята, смотрите, в митинге ходят, как пили, все согласны. Они говорили, что это политические активисты, это не родители. И как бы стало понятно, что нам нужно очень серьезно подумать над организацией родительского движения. Организация родительского движения, мы ее так условно назвали родители 2025, сегодня мы хотим дать старт этому движению. Почему? Что мы можем делать? И для чего это нужно? Ну, на самом деле, родительское движение нужно для того, чтобы нам объединиться с единомышленниками. Потому что, на самом деле, единомышленников у нас очень много. Несмотря на то, что голосуют за разные партии, да, сегодня я сразу скажу, у нас не партийное мероприятие, когда контингент выступающих, может быть, дает основания предположить, но нет. То есть мы абсолютно работаем со всеми родителями, которые, вне зависимости от этого голосования, если они разделяют наши ценности. Ценности, я подготовил, ну, мы подготовили манифест этого родительского движения, вы сможете с ним ознакомиться и внести свои вправки как онлайн, так и после. Соответственно говоря, под этим манифестом все, кто его принимают, нам по пути тогда. Да, и мы идем дальше вместе и собираем родителей просто по всем школам. Потому что, на самом деле, родителей, то, что я, окей, я встречался с организаторами, с такими активными родителями, их очень мало, их очень много. 20 человек, это по всей рели, которые приходят на все мероприятия и готовы вписываться в проекты, которые готовы приходить на конференции и участвовать, 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 и их действительно мало. Если мы соберем к Новому году таких 50 активистов, это будет мега большой успех. Это я просто как реализм вам говорю. И этих 50 родителей, на самом деле, нужно образовывать тоже. Образовывать в каком плане? Потому что вот сейчас пройдет 1 сентября, пройдет куча собраний. Я вас уверяю, что на очень многих, вот Денис, правда, со мной не согласился, на очень многих собраниях тема реформ даже не будет, скажем так, затронута. Все расскажут про дневники, какие нужно купить, про ручки, про фонд-класса выберут, выберут, кому сдавать, если держать кассу. И на этом, в общем-то, все разбегутся, сфотографируются, и все. Хотя вот этот слон образования, он будет стоять все время рядом, и его никто заховывает, не по деду. И нет такого родителя, который его встал и сказал, «Бы, ребята, вот, знаете, у нас такая ситуация сейчас происходит». Говорят, что эта реформа – это нормально. А я, как бы, считаю, что это ненормально. Можно ли ему как-то сказать свое «нет» этой реформе и зафиксировать его от каждой школы? Чтобы Министерство образования не говорило, что родители согласны, родители довольны. И я считаю, это очень важно. И чтобы такие родители появились, которые могли, так сказать, и взять, с ними нужно общаться, им нужно рассказывать о рисках, им нужно рассказывать о том, что они реально могут сделать. И это очень важно. Сегодня часть наших докладов посвящена как раз-таки тому и обзорной ситуации. И у нас прошли уже даже серии форсайтов, где мы научным образом подтянули мнение родителей, мнение бизнеса, мнение бизнеса еще подтянет, и администрации школ. Это такая технология, которую, правда, уже вам скажет, что там Мария, завершая выступление. Я очень надеюсь, что мы сегодня поработаем в группах. И, собственно говоря, с этим манифестом пойдем дальше в жизнь. До Нового года мы должны еще много чего будем сделать. Я буквально это вижу, как мы сделаем карту по всем школам. В каждой школе будут наши единомышленники. И если у нас на карте будут белые пятна, мы будем направлены работать с этими школами. Мы тут будем придумывать мероприятия, которые будем проводить с вами. И будем подтягивать наших единомышленников, потому что мы должны твердо состоять, знать свои права и не просить, а требовать качественного обучения на родном языке, я считаю. Ну, вот как-то так. Мое время, наверное, закончилось. Я готов ответить на ваши вопросы, если у вас есть. Кирилл, давай. Хотел просто уточнить. А речь, конечно, идет только о Риме, да? В данном случае я просто реально оцениваю свои силы. Ну, свои, наши специалисты-силы. Дам первичную, первичную мы будем работать с целью, потому что, как бы, мы здесь находимся, да? Я, например, не в Риге живу. Да, то есть, ну, окей, в Юрмале. Ну, Кирилл, ты у нас уже такой продвинутый, на самом деле, активист, и как раз-таки юрморскую часть мы могли бы тоже взять на себя. Поэтому, естественно, мы не хотим зацикливаться, но будем реально оценивать свои силы, где у нас есть сейчас активисты, больше всего их в Риге. В Юрмале, возможно, да, выходил сюда. Поэтому будем просто, ну, на самом деле, за этот год очень много проговорений, мы очень много встречались, мы очень долго обсуждали эту тему, вы были, вы рассказывали самые разные версии, фантастические, не фантастические. И настала пора работать, друзья. Просто, как я говорю, рыбать лопаткой, работать, делать определенные вещи, а проговорений уже, на самом деле, сокращать. И мы знаем, чего мы хотим, я думаю, все. Мы знаем, где наши риски основные. Мы должны просто в этом поле все, скажем так, наращивать фундамент наших знаний и твердо на нем стоять, чтобы нас не могли слить буквально сходу. Скажем так, я уверен, директор любой школы может любого активиста погасить буквально сейчас, за одну секунду. Нам придется, скажут, вы знаете, скажут, у нас все в порядке, у нас все хорошо, все будет нормально. И все родители скажут, смотрят на директора, ну, и скажут, ну, у нас же все нормально. Такого не должно, родители должны понимать, что не все нормально. Есть определенные риски, которые говорят специалисты, которые говорят эксперты, и которые говорят совершенно объективнее факты. Еще вопрос. Давай. Какой план действий? Какой план действий? Ну, на самом деле, я не хочу забегать вперед. Ну, надеюсь, мы обсудим, у нас вот сейчас работа проблемная группа, и проектные работы в течение дня, и там мы подробнее остановимся именно на плане конкретных действий. Потому что у меня есть своя видео, я надеюсь, еще и из зала, и от пришедших гостей, вытащить и ваши мысли, чтобы это было более, может быть, ценно. Я надеюсь, я услышу что-то новое, я услышу какие-то идеи, которые можно будет положить на стол и с которыми можно будет работать. А есть какое-то место, где можно посмотреть аргументацию против? Ты говоришь, есть риски определенные, эксперты говорят, а то эксперты говорят, все, вот допустим, в понедельник будет родительское собрание в моей школе. И я такой, а ну и скажу, кто тут согласен с реформой? Ну никто не пропустит. И кто скажет, да, вот мы согласны. А вот знаете ли вы там, ну чтобы конкретно говорить не так, что ой, одно язык перепыр, как-то не национально, а вот так-то. Можно почитать это, читать то, и вот здесь словно один сайт или что-то, где это все собрано. Это хороший вопрос, на самом деле, действительно, на самом деле их много, и таких партнеров, но они сейчас действительно разорознаны. То есть то, что у меня есть, я все асплодирую, да, у себя, ну скажем, у меня есть какая папочка образования, которая разрослась уже неимоверно, в которой есть уже там и конвенции, и советы, и справозащитных организаций, да, то есть тут два момента, да, во-первых, есть момент правовой, о том, что у нас есть на это право как-то, да, это правовой вопрос. Тут даже исследовать ничего не нужно. Не нужно исследовать, вы хотите ли вы есть мороженое, да, вы хотите есть мороженое, это ваше право противо и купить, да, это один фактор. А второй фактор, это действительно, на самом деле, средства оценки, средства экзаменов, о том, что дети оканчивают сейчас текущую, пенегуальную школу, абсолютно интегрированные, абсолютно оценки, о тех же централизованных экзаменах по математике одинаково плохо у всех и ужасно, это делал Саша Солодов, даже выборку, о том, ну, причем в наших школах, ну, в школах у нас меньше, что это называют, в русских школах, не нужно стесняться этого слова, оценки даже чуть получше, естественно, с наукой, по языковым уже там идет, начинается разница, но конкретные результаты говорят сами за себя, что дети успевают, дети справляются, и менять в этом плане ничего не нужно, поэтому, и плюс, конечно, есть психологические моменты, есть экспертные психологические заключения, о том, какие риски для детей, которые могут быть, плюс, еще раз, я даже не знаю, как это обобщить, на встречах с родителями приходили очень разные родители, я еще повторюсь, многие знают, что мы с Нового года встречаемся, да, с родителями, кто-то приходит, кто отдавал в латышки, в школу своих детей, у кого-то, это секс-сори, да, у кого-то все проходило хорошо, у кого-то наоборот, у одного, вот была мама, у которой ребенок отдала в пятый класс, у нее ребенок попал один, он был один русский в классе, его затравили, она рано перелилась, да, то есть истории очень разные бывают, да, вот, обобщение действительно, наверное, какое-то сферу провести, я отмечу себя, я подумал, как это можно было бы сделать, спасибо за вопрос, еще, да, Андрей, у меня, это может быть, не совсем вопрос, больше вопрос, потому что реплики, мнения можно будет оставить, тогда я оставлю, спасибо, хорошо, подготовка, так, у нас по расписанию, ну, а, у меня вопрос, есть ли какая-то готовая система образования, которую мы можем взять, например, не знаю, там, в Советской, в Северной, или еще раз, почему время, мы будем следовать, подготовить, а вот на этот вопрос, на самом деле, сегодня вам еще ответят, следующие выступающие, Маргарита Драгеля, и Маргарита Драгеля, и Визавита Кривцова, они затронут эту тему, потому что они как раз-таки ее прорабатывали, так, по разу сами, следующее у нас выступление,